Говорит негде в богонаученных словесах своих велегласнейшей Иеремии 4.19 Здесь же я нечистый и окаянный вопию к вам, Болезнь смертная объемлет меня, И стрелы помыслов уязвляют, когда слышу, что вы худо ведете себя. Страшного Бога убойтесь от чада мои, И долгого вашего подвига и блаженного труда не губите каким-либо нерадением. Большое совершили мы плавание, уже ли у пристани потерпим крушение? Долгий прошли мы путь, уже ли в преддверии божественных обителей воздремлем? Уразумеете, что говорю, ибо вам дано от Бога разумение, Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, Подвязайтесь и облекайтесь смиренно мудрее, Не будьте поблажливы своей воле, И не оказывайтесь через то, не с радостью исполняющими мои распоряжения. Ибо если кто умертвит свою волю, Тот, как бы ни было ему тяжело, возлагаемый на него не отказывается, Не небрежет, не тяготится, но охотно покоряется и слушается, Соглашается и не противоречит, как и неразумное животное, Вяжущему его по слову Писания. Да познает же каждый из вас сам себя, Каков он в отношении к послушанию. Впрочем, и я по внешним движениям могу замечать, что лежит внутри. По святому Дорофея, не имеющий своей воли, Что бы ни делалось в монастыре, Все то считает своим делом, и такой всегда покоен. А кто не таков, тот кажется утомленным и расстроенным, Влеком будучи своим хотением, то туда, то сюда, Причаясь то тем, то другим, и принимая то тот, то другой вид. Да не будет у нас ни одного такого, Но все чистосердечно будем все служить Богу в едином духе. Если же я одно, а вы другое, То вот и война, и разделение. Но если то, что я говорю вам хорошо, Что вы воюете против меня? Что даете мне труд и заботу? И менее, если напомнить вам, братья мои, Почему не исполняете вы одной заповеди моей, как прочие? Хотя она, кажется, может быть малою, Но нарушение ее губит все великие ваши исправности. И зачем говорить нам великая и малая заповедь? Всякая заповедь Божия должна быть исполняема, И всякое прислушание справедливо имеет свое наказание. Многократно я говорил со строгим прещением, Что непозволительно, чтобы каждый из вас Передавал другому что-либо из пищи и питья. Это принадлежит только мне, эконому, Подэконому или Экеларю, Или другим набольшим, Которым я дал и даю приказание на этот предмет. И так снова подтверждаю, Чтобы от нынешнего дня никто этого не делал. За это подлежит всякая эпитемьи, Как за тайные едения. Смотрите же, не впадайте в этот грех по маломыслию. Вы не к добру стыдитесь один другого, И там устрашаетесь страхом, где нет страха. Говорите, что не желаете оскорбить брата, А между тем Бога оскорбляете, И меня недостойного. Увы, такой совестливости нашей, вашей, Это знак ликкоты ума, Бога нелюбия, Самочиния и плотского дружества. Дерзая сказать, что хоть бы ангелом кто был, Не принимая от него ничего, Ведь вы часто получаете овощи благословенно, Их и пусть ест каждый, Если же кому нельзя их есть, Тот пусть возвратит их к Эларию, Или желая передать кому, Скажет об этом ему. Поступающий так не подлежит осуждению, Или не знаете, что от этого зарождается Непотребная дружба. А может быть вы темы передаете, К которым имеете нечистое расположение. Но пусть ничего такого нет, Не соблазнительно ли само действие. И не порождает ли оно шипоты и огорчения, Когда тот получает, а этот только смотрит. Всячески сей последний может подумать о себе, Что его не любят. Если же скажете, что даете не перед лицом другого, То вам нужно для сего искать особое время и место, А таким образом вы устрояете Скрытное содружество и совещание. Но что говорит святой Василий Великий? Что помигание, очей и шептание на ухо Подают повод ближнему подумать, Что тут затевается какое-либо недоброе дело. И так отсюда не позволяется вам делать это, То есть передавать, что стесное другим, Помимо и безведомо тех лиц, Которые к всему приставлены. Кто же окажется в этом виновным, Тот подлежит эпитемии. Не думайте, однако, Что это будет от гнева и раздражения. Нет. И делал, и буду делать это движимой любовью к вам. Я забочусь об этом подражать Господу, О котором свидетельствует апостол, Кого любит Господь, наказывает, Бьет же всякого сына, которого принимает. И этому самому апостолу, Который говорит о себе. Кто же обрадует меня, Как не тот, кто огорчен мною. Хотите ли всегда и во всем быть исправными? Помните о смерти, Об отрешении души от тела, О предстании ангелов в час смерти, О долгом том шествии и странствовании по мытарствам, О сретении Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, О страшном ответе во всех делах наших, О вечных мучилищах о Царстве Небесном И об обетованных в нем благах неизглаголанных. Отлучаясь от вас на время, душу свою оставляю с вами И передаю вас молитвам Отца моего и вашего, Могущим твердыми и непоколебимыми соблюсти вас навсегда. Имеете заповеди Господа и Бога нашего, Предания святых отцов наших, И мои смиренные наставления и внушения. «Берегитесь, как опасно ходите, Что вы не мудры, Но не будьте не вундрыми, Но разумными» Ефесянам 5.45. «Так, как бы я не отлучался от вас, А был с вами». Отсутствие учителя ложным ученикам Радость доставляет, А истинным прискорбие. Вы достойны сущего Бога, Живете преподобно и правильно, И пребудьте таковыми. Господь приточный говорит в Евангелии, Блажен раб тот, которого пришед Господин его, Обрящий так творящим, как ему приказано. Мы не достойны того, Чтобы к вам приложить такие слова, Но для вашего утверждения в добром житии Понуждаемся предсказывать нечто такое, Что выше нас. «Да обрету же вас, Так же ищущими Бога, Как оставляю, И соединенными в единодушии, В то, где мысли и единосердечие, Ведайте, что у сатаны много искушений, Время же теперь весеннее, Дни приятные. Смотрите, как бы ни влетела в кого из вас Стрела греха. Во-первых, ты, чадо мое, Приемлющий вместо меня начальство над братьями, Будь им во всем полезен, Снисходя им, Удовлетворяя вместо меня Их потребности духовные, Строго держа правила О псалмопениях и молитвах, Одно позволяя, когда можно, Другое запрещая, когда требуется. Не будь ни слишком благ, Ни через меру строк, Но от того и другого Примешивая во всем. Тем и другим действуй во благо, Болящимся, болезны, Сболезны, скорбным, С поскорби, С трудящимся, Помоществуй. Слышишь, что говорит Павел, Великий вселенный учитель? Кто изнемогал, Изнемогаюсь, С кем бы и я не изнемогал, Кто соблазняется, За кого бы я не воспламенялся. Разумеешь, что говорю? Да даст тебе Господь разум во всем, Но имеешь и общего нашего Отца, Его святым советам и повелениям Следуй во всем, Изводящий достойно из недостойного, Как уста мои будут, Говорит Господь в божественном слове своем. Настоятельствующий над братством, Великим наречется на небесах, Если достойно будет управлять подчиненными ему. Что говорит Господь святому великому Петру? Если любишь меня более сих, Спаси овец моих. Вы, овцы Христовы, Чада мои и братья. Умоляю вас, Именем Господа нашего Иисуса Христа, Давшего себя за грехи наши, Покоряйтесь старшему над вами, Не протився никто приказанием его, Ибо противляющийся ему Божию повелению противляется. С ним будет под экономом. Слушайтесь и его. И никто не презирая его ради юности его. Ибо старость не в числе лет состоит, Говорит Божественное Писание, Примудрость 4.8. Но кто стяжал старческую мудрость, Тот и стар. Будьте же все мудры, Все старцы разумением, Никто не будь младенцем, Ведением. Но разумевайте, Что есть воля Божия, Благая, угодная и совершенная. И по ее указаниям жительствуйте. Римлянам 12.2.54. Ведайте, Что это Бог требует от нас, Чтоб мы жили благоугодно Ему, Нудя себя в нынешнем веке К подвижническому самоутеснению, В чаянии получить жизнь вечную. Убойтесь же единого страшного в судах своих, И добре ведите себя друг к другу. Не предпочитайте всему плотские пожелания ваши, Один другого увлекая в свои страсти. Вот узнаю, что вы спорливы в беседах между собою, Не о том рассуждая и не то изыскивая, Что общее всем полезно, Но к чему каждый влечет свое расположение, К угождению себя. И в этом не исполняете вы апостольской заповеди Заботиться друг о друге, Как о членах одного тела. Если вы согласны в чем добром, Все то благоприятно дело ваше. Если же разномысленно и, следовательно, Самолюбивы и мудры в себе самих, То подпадете под пророческое горе. И во велегласнейший Исаия говорит, Горе, которое мудры самих себе, Перед собою разумно. 5.21 Тот добре жительствует, кто не упорствует ни в чем, И не по своему особому смышлению и решению говорит, Или делает что, Но как требует предлежащая нужда. Если вы будете таковы, То не станете воевать один против другого, И не допустите ни столкновений между собой, И возгордений, ни осмеяний. Сколько было верующих в Иерусалиме вначале, Но у всех, как написано, была одна душа, И никто ничего не имел своего, Ни желания, ни стяжания. Чадо мои, Многодельна жизнь монаха и многотрудна, Требует пота и терпения, Главнейшее же смирение, Отличающийся этой добродетелью, Безопасен от падения по святым отцам, И как золото очищено, Пригоден, будучи ко всякому делу, Многоценным является. Трудитесь вы до утомления в делах ваших? Знаю, трудитесь. Так дарует вам Господь милость и благо жизни, По отжитии здешней жизни и в жизни другой. Но и здесь находим мы плоды труда к утешению и упокоению нашему по телу. Будьте при том удостоверены, Что не мы одни добываем трудами благопотребное для жизни, Но и каждый монастырь трудом и потом хранит жизнь свою. И поможем ли мы делать ложным слово неложного Бога нашего, Сказавшего правоцу, В поте лица твоего будешь есть хлеб твой? Никак. Смиренно покоряющийся этому закону жизни добре шествует путем Божиим. Имейте в утешении себе и укрепление благословения Отца нашего. Имейте и моего смирения усердную молитву, Которую, хотя и не достоин, Каждодневно умоляю Бога Милосердного Сохраниться вам во взаимном мире Друг друга щадения и милования и любления, Дабы, когда придет время, разрешиться каждому из вас от тела, Он при неосуждающей совести с благою надеждой Перешел из этой жизни в другую И получил там вечно блаженное себе воздаяние. Вчера почил брат наш Пахомий. Вспомните о добродетели этого мужа, Как он был бездерзновен И в какой мере имел воздержание, Ибо отец наш говорил, что когда был он садовником, Так кроме того, что давалось на трапезе, Не позволял себе коснуться самого даже ничтожного плода, А как от других я слышал, Он даже и того, что давалось для съедения вне трапезы, Не съедал в саду, Чтобы кто не возымел подозрения на него во вред себе. Всем нам известно также, Что он никогда не смеялся, Никогда не заходил в далее улыбки, Всегда сохраняя строгое к себе внимание И трезвенное настроение. И делатель Божий был он воистину неутомимый, Трудясь, как знаете, день и ночь, Отошел к блаженным. Не переставайте чтить его самым полным чествованием, Но и добродетелем его подражать поревнуйте, Чтобы и из вас каждый, отходя от зде, Оставил по себе добрые воспоминания И назидательный пример всему братству, Так что в вашей власти лежит, Каким кто желает быть признан по представлению, Блаженным ли или святым, Или преподобным, или другим, Каким именем желает кто почтен быть тогда, Возможно это для него, Если отсюда уже будет он сообразно с этим настраиваться, И никакой нет тому непреодолимой препоны, Никакой невозможности, Как показывают примеры восхотевших этого, И явивших себя такими. Вы же захотите быть названы блаженными, Равноангельными, Богу угодными, И это будет нам, Если будем воздержаны от пожеланий своих, Если возлюбим понуждать себя на всякое добро, Если изберем смиренно мудрствовать во всем. Уверен я, что вы таковы есть, И таковыми пребудете, И что многие из вас приносятся нашою обителью, Как честные Богу приношения, Восхищаясь я всяким утешением преисполняюсь, Что Бог, несмотря на превеликое мое недостоинство, Даровал мне таких братьев, дерзаю сказать, Ни в чем не отступающих, а древних, Но в равной им мере от мира отрешившихся И послушанию себя подчинивших, И предавших себя за имя Божие даже до смерти. Благодарение Богу и в последние дни Эти призвавшему и явившему таких избранников своих, Ибо везде и по всей земле много угождающих Ему, Работайте Господу со страхом И радуйтесь Ему с трепетом, Взыщите Его и постигнете, Дающие вам Царство Небесное. 55. Святой Василий Великий сказал, Что Всеблагой Бог для того дал нам дар слова, Чтобы мы открывали друг другу советы И помышления сердец своих. И вот я открываю вам, что есть в сердце смирения моего, Что хотя сам я окаянин по множеству грехов моих, Но оставляя свою немощь и опасность своего положения, Всю заботу мою обращаю на вас, За вас страшусь и трепещу, И по вас подвязаюсь во всем. Почему кто из вас печется более всего о спасении своем, Тот не чадо мое, но господин, владыка и отец, И я мысленно повергаюсь к ногам его. Кто скор и ретив в делании дела своего, Тот сила моя и крепость, Кто молчалив, смиренно мудрый, Трепещет словес Божиих, Тот душа моя, сердце мое, ум мой, Но раздражаюсь на ничего не делающего, Как даже не есть достойного по божественному Павлу, Даже на мешкотного, на ленивого, На ропотливого, на сонливого и на дремлющего за делом. Прошу же вас, восстанете, Чадо мои и братья, Сподвижники и шественники мне на пути, Ведущим на небеса. И, во-первых, Беритесь за духовное делание тепло и крепко, Возгораясь, как огонь, И спеша к ночным псалмопениям и дневным молитвам. А потом обращайтесь и к телесным делам, Которые у вас на руках, Вставая как можно раньше, И не допуская до того, Чтобы солнце застало кого на ложе, Как заповедовал Василий Великий. В жаркие же часы дня Можно соснуть, Но довольно одного часа, И скорее вставайте. Слышишь, что написано в Божественных Евангелиях? Утро глубоко придоша жены на гроб. Очень рано Бежали Петр и Иоанн. В полуночи восстали Павел и Сила на молитву, Подражая тому, Что поется в псалмах. 118.62. Деяния 16.25. И что еще говорит о себе Павел? Нось и день, работая, Чтобы не отяготить кого от вас. Видишь? Вот апостол, проповедник Евангелия, Ловец вселенной, После такого служения Словом обращался к занятиям Ручным работами, Подавая нам образец жизни по Богу. Будьте незабывчивыми слушателями Слова, Но творцами закона и исполнителями того, Что возвещено нам по Божественному Совету. Соревнуйте друг другу, И друг друга возбуждайте. Кто скорее других послушанию? Тот, кто не дожидается второго слова от повелевающего. Кто выше смирения? Тот, кто с первого слова падает вниз и спрашивает прощения, И принимает на себя всякую клевету. Если вы таковы, то добре ведаю, Что радуетесь и веселитесь, Вземлетесь надеждами к бесстрастию, И возноситесь чаяниями к блаженству небесному, Пребывая чистыми душою, Независтливыми и неподатливыми на страсти. И вы хотя получаете уколы и щекотания страстей, Но вы вооружены такими духовными доблестями, Вы отражаете борющих вас демонов. Впрочем, кто из воюющих не получает уязвлений, Хотя и победу одерживает? И такого, как не увенчать царю небесному, Хотя бы он был весь в ранах, Только бы не был он умерщелен грехом. Будьте милосердны, как и Отец ваш небесный милосердств. Утробы нечестивы, как написано, Немилостивы, праведник же милый души скотов своих. Притча 12.10 Во-первых, являйте милость взаимно к себе самим, А потом и к животным, Не оставляйте их ненакормленными и ненапоенными, Но в свое время и корму им задавайте, И на водопой водите. То есть служит очевиднейшим признаком, Что подъеремные животные принадлежат монахам, Когда они откормлены и сильны. Если же они не таковы, То это не монастырские, А мирян или злых, или неразумных. Покажите вы себя точными исполнителями Правил жизни вашей, даже до малейших черт. И как в другом ревнуете вы быть верными этим правилам, Так соблюдайте их в отношении к вещам. Ни овощей не бросайте, как попало, Ни плодам не давайте пречь. Даже лоскутами, какими старыми, Или обрезками в пяде, Не брезгуйте, тем более одеждою. Ибо если монах должен носить, Как написано в Герондике, Такую одежду, Которую никто не взял бы, Если бросить ее на три дня за ворота, То какой еще одеждой можно брезговать, Пока она держится на плечах? И не об этом только говорю так, Но и поленом каким не пренебрегайте, И не сжигайте его попусту, Ни отрезком доски, И, может быть, гожем еще на что-нибудь. Не разливайте та же вина, И не проливайте елея. Уа! С чем это сообразно? Каждодневно ожидайте разрешения вашего от тела, Тогда узрены будем страшным лицом Господа. Всего ради да будут вам слезы, С хлебом день и ночь. И, воспоминая это, Изливайте перед ним сердца свои. Я уповаю, Что вы пройдете вместо селения дивного Даже до Дому Божию В глаз радования, В духобритательном эхе Празднующих на небесах. Псалом 41.5 Итак, не вдавайтесь в печали, Не смущайтесь по причине страстей, Хотя бы они сильно волновали вас, Но, подняв пару с души, Благодушно продолжайте плавание И старайтесь переплыть В великое и многобедственное море жизни Этой, управляемой будущей молитвами Отца нашего. Если при этом войдет внутрь злая вода, Как через малые трещины, Через чувства, через зрение, Или когда воззришь страстно, Хотя бы то и ненамеренно, Или через слух, Когда он приемлет приятную речь или мелодию, Или через обоняние благоухания От тела линомощенного, Или от какой масти благовонной, Или через вкус, Когда он усладится каким-либо яством, Или через засезание, Отводящее в пленка, Когда коснешься своего ли тела, Или тела ближнего, Намеренно или случайно как, Если случится что такое, Поскорее выкачивай это вон, Через исповедание и слезы. Если страсть слишком сильно подует, Надо спустить парус, То есть восприять истинное смирение. Если порвется веревка, То есть крепость терпения, Поскорее исправляйте это, Через восстановление силы ума. Действуя так, Вы безопасно войдете с грузом добродетелей В небурные пристанища жизни вечной. Не делитесь, что случается иным из вас, Поскользнусья, А иным и совсем отпасть от нас, Особенно из тех, Которые еще проходят срок испытания, Недавно вступив в обитель. Не выносят они благого иго Христова По причине оставшихся в них Недобрых расположений, Склонностей, Нетрудолюбия, Миролюбия и греховных привычек, Почему возвращается вспять, Как псы на свою блевотину. Не ложно слово Господа, Что мало стадок, Коему благоволит отец его, Что мало таких, Которые тесными вратами И скорбным путем Идут в Царствие Небесное, Что если кто не возненавидит Отца своего и матерь свою, И чад, и братьев и сестер, Еще же и душу свою Не может быть учеником моим. Велик и примирен У образ ангельской жизни нашей И блажен, Кого избрал для нее Господь Из пошлого ничтожества мира, И кто притекший по глазу Господню, Ялся этого высшего чина жизни, Надеясь о цели еще узреть Созерцанием ума Царство Небесное. И во вдольнем мире тьма и мрак, И всякий человек, избирающий суетное, Тленное, скоро приходящее, И только здешнюю жизнь услаждающее, Вместо благ вечных и нетленных, Неизреченных и недомыслимых, Как в ночной брани, Не знает и не веет, Откуда и как получает удар, Отчего и как стекаются Неблагоприятные обстоятельства И бьют его, как волну. Кто он зре в этой уразуме Высторгается из этой толпы, Плененных с сетьми дьявольскими, Тот, как птица, воспаряет горе И подъемлется на мысленную гору Богоугодной жизни, Имея под собой долу ловца, Сатану, Посмеваемым и попираемым По слову Господа, Сказавшему, Вот даю вам власть Наступать на змей, На скорпионов И на всю силу вражию. Наступайте же И попирайте Многообразные главы его И всю его горделивую Борительную силу, Облегшись во всеоружие Подвижническое. Вот что свидетельствует О вашем сыноположении Духом святым, И что соделывает вас Сынами Богу. Отнюдь не колеблитесь Ничем из случающегося с вами Во испытание Боголюбивого Расположения вашего. Не расстраивайтесь, Когда подымется брань Внутренняя или внешняя, Держась во всем Чине в своем До крови, В чаянии несомненном Через терпение Своё сподобице и венцов. Мужайтесь, Противоборствуя Борющему вас Змею лукавому, Знаете восстание плоти, Знаете эти домашние Воспламенения Против дома святого, То есть против честной Души вашей, Знаете страсти Этих волков Аравийских, Которые со вне Представляясь В одеждах овчих, Внутрь суть Злобные всегубители, А от плодовых Познавайте их По святому Евангелию И стойте твёрдо На своём Когда возникают В вас Помыслы Боголюбия, Целомудрия, Благоговейнства, Сокрушения, Терпения, Памятования о смерти, Исходе, Сретения ангелов, Предстания Господу, Ответе перед судом его, Приложу к этому, Ставя первое На последнем месте, И помыслы Послушания, Смирения, Остечения своей воли, Перенесения, Смеяния и тому подобное, Тогда знайте, Что это Помыслы Десной части, Помыслы Царствия Небесного, Пролагающий путь Восхождения к Нему И сопровождающий Его, Противоположные же Этим помыслы суть Миролюбие, Грехолюбие, Сластолюбие, Продерзость, Прознословие, Многоспание, Тщеславие, Непослушливость, Неверие, Самовольное служение, И что пересказывать Каждую из страстей, И зачту их И более песка умножится, Зная таким образом, Что десной принадлежит части, И что левой, От последнего бегайте дальше, И его обращайтесь в бег, Сопротивис тому, Как учат святой апостол Яков, Противостанете дьяволу, И убежит от вас, С первым же Сочетовайтесь, Сообращайтесь, Сосуществляйтесь, И получите обетованное Тем же апостолом, Приблизитесь к Богу, И приблизиться к вам, Отнюдь не допускайте Самолюбия, Саморассуда, Своеумие, Ибо слово отеческое Все такое почитает Источником Всяких прелестей Для послушника. Напротив, Всегда держитесь Братолюбия, Простоты, Безлукавности, Нелюбия мира, Без притворства, Уступчивости, Послушности, Богоразумия, Бога чести И совершенной Богу преданности. В войне состоим мы, И в войне трудно И неудобно победно, Ибо что говорит Божественный апостол? Наша брань не против Крови и плоти, Но против начальств, Против властей, Против миродержителей Тьмы века сего, Против духов злобу Поднебесным. Почему, Как начальник воинского отряда Предсхваткаю с неприятелем, Водушевляет словом Состоящих под ним воинов, И возбуждает их Храбро устремиться К одолению врага? Так и я, Хотя сам немощен, Долженству и обязан, И желаю вас Воинства Господне Не в одно какое время, А всегда возбуждать И ободрять К отражению демонских полщищ И многообразных Страстей бесчестия. Немал труд И немал пот В духовных подвигах ваших, Но крайне напряжен, Воинствен, Борителен, Дивен и вышеестественен, Ибо вы каждодневно Несете, Как излияние кровей Отсечения своих хотений, Как язвы глубокие, Укоры и поношения, Как состязательные упражнения Наложения послушаний. И никому из вас Непозволительно выступить За границу Должного и повеленного, Но все Совместно вступаете В борьбу И злостраждите До изнеможения, Стремясь и всячески Понуждая себя Ко всему, Что свойственно Подвязающимся В олжбе и жажде, В зиме и наготе, В славе и бесчестии, И во всем прочем, Чем хвалился апостол. Но радуйтесь, Чадо мои, Радуйтесь, Невидимое имея в виду, А невидимое, Ибо видимое временно, А невидимое вечно. И помня, Что жизнь ваша сокрыта Со Христом в Боге, И что когда жизнь ваша, Христос, Явится в паке бытие, Тогда и вы явитесь, Каковы вы, И станете веселиться вечно, Ибо воздаст вам Подвигоположник ваш, Владыка, За ваши во плоти подвиги, Воздаяниями вечными И бесценными. Прибудьте, Господа мои, Владыки, Прибудьте в любви Божией, И как он возлюбил нас И предал себя за нас На осуждении смерти, Смерти же крестной, Так и мы за него предавая, Предадим себя благодарение, Тем воздавая человека, Любимому Владыке за то, Что он так сподобил нас, А имени его отрещись Всяких мирских дел И занятий, Всякого плоти угодия И всего, Что есть от века сего. Какое же воздаяние Воздадим мы Укрепившему нас на это Богу? Какое другое, Как не то, Чтобы не сделанного Уже не губить По ни родине, Ни чувстве, Ни перед лицом настоящего, Ни малодушествовать, Ни будущего, Отнюдь не страшиться, Но если б надлежала Даже крош пролить, Да будет это для нас Любезно и крайне желательно. Будьте же твердые И утверждайтесь Еще и еще Более и более, Действуя усерднее, Живее, Богоподобнее И друг друга любнее Отныне и до века. 58 Страница 142 Четвертый том Добротолюбия Святого Феодора Студита Наставление монахам Поминул о смерти Некоего из чтимых братьев Востенал я И воскорбел Душою моей Помышляя Каково будет Это представление Это разъединение И разделение Души и тела Это взятие Нас в иную землю Это вступление В другой некий путь Это прихождение В иной мир Необычный Неиспытанный Неведомый Неизъяснимый И неизглаголанный Ибо кто может сказать Какие там Испытаем встречи Какие шествия Какие зрелища И происшествия Какие посты Будут к нам От Бога слуги Его взять Нас отсели на небеса И не будет ли состоять Это посольство Из злых ангелов Убоимся Такого случая Кто будет Шествовать нам И сопровождать Нас в страну ту И куда войдем В страну Или упокоение В место Или вселение Дивного Даже до Дому Божию В гласе радования Исповедования И в шуме празднующих Или напротив В огонь Тьму К червям И другие Бесчисленные Мучилища Помышляя об этом Я изумляюсь Ужасаюсь Препещу И молюсь Да да Она будет Мне здесь Омыть слезами Бесчисленные Грехи мои И очистить Тебя немного Прежде чем Испытаю огонь Тот Степожирающий И нескончаемый Вы же Поскольку Находитесь В подвигах И борениях За добродетелей И слыша и помышляя Об этом Радуйтесь Утренники Расцветайте И живите В Господе Хотя окружающий Вас Прискорбен Но взирая На вечное Воздаяние Ревнуйте Без лености И малодушия До конца Довести Можем Принять В душевном же сеянии ничто из приемлемого не пропадает, ничто не утрачивается даром, ничто не гибнет, но все сохранится.